всем привет как дела мои хорошо ваши тоже судя по тому что вы смотрите этот ролик значит у вас все в порядке ну и продолжим тогда болтовню продолжим болтать я кстати говоря благодарю вас как всегда за то что вы пишите комментарии под этими роликами мне их очень интересно читать а вам еще интереснее общаться друг с другом как я вижу потому что идут обсуждения идут разговоры выяснения отношений обиды оскорбления благодарности и все как обычно в интернете это это нормально это здорово ну а я хочу вспомнить замечательную группу которую многие любят судя по комментариям the stone roses всего две пластинки выпустила эта группа с большим промежутком временным между первой и второй у нас горят перерывчик небольшой там получилось перерывчик довольно серьезный но это ничего потому что одной вот этой первой пластинки уже было достаточно для того чтобы свернуть головы свернуть мозг свернуть сознание не побоюсь этого слова миллионам слушателей это потрясающий альбом конечно восемьдесят девятый год и что в нем потрясающего казалось бы казалось бы гитарная музыка до казалось бы песни короткие сравнительно казалось бы ничего особенного как все до еще одна гитарная группа но тем не менее группа то перестала существовать в глухие 90-е а в 2011 году вот записаны цифры 240 тысяч билетов за 68 минут было продано на концерты в манчестере в 2011 году такой reunion stone roses и за 68 минут 240 тысяч билетов sold out аншлаг ну конечно the rolling stones продает в наше время и побольше на последние туры во всяком случае об этом говорят но точнее не побольше продает а быстрее продает но это было все-таки в одиннадцатом году и все-таки это была группа stone roses и это говорит о чем а всенародной любви к этому коллективу они конечно дали джаза настоящего джаза не в смысле джаза а в смысле рока и эту группу я могу сравнить как и несколько других которых я говорил богу сравнить с beatles по по солнечному сиянию который исходит от этой музыки казалось бы простой но не очень простой казалось бы понятный но не очень понятный казалось бы уже сто раз слышанной но все время новый и эту пластинку можно переслушивать бесконечно в силу того что и поет здорово ян браун и играют на гитаре очень хорошо все на гитарах очень хорошо все и барабанщик изумительные про барабанщика рэнни питер тауншинт говорил что я бы его придушил за то что он такой крутой и отказался участвовать в моих проектах тауншинт хотел его взять в аккомпанирующий состав собственных выступлений но джон сквайр гитарист на втором альбоме the second coming second coming который называется наиграл такого что его сравнивали с джимми пейджем только лучше говорили только он как бы посерьезнее но другое дело что эта музыка была непривычной для тех кто полюбил первый альбом stone roses она была слишком сложной слишком инструментальный слишком тяжелый слишком роковый а здесь все тот же рок в общем все тот же тот же бит тот же битловский кайф но абсолютно новое прочтение леннан и маккартни пели сильными голосами громко и для всех ян браун тоже поет для всех но голос у него отстраненный какой-то такой с сознанием собственной значимости сознанием собственные если не гениальности то право на свое собственное высказывание и ощущение такое что вообще мало интересует кто его слушает и что о нем думают когда когда слышишь как он поет но поет при этом замечательно голос не сильный но точный с нормальным диапазоном вполне приемлемым для рок-музыки то есть не оперные а для хорошей поп песни многоголосье все дела все здорово ну а про гитариста и говорить нечего тут просто чудеса тут просто чудеса в басу в басу тоже чудеса так наиграны в песне например shoot you down на второй стороне раз два три четвертое там просто плаваешь в этой в этих переливах басовых это не не скоростной бас там как у джона энт уисла до из дыху или как у криса сквайра там из ес он не скоростной но он такой с такой фантазией такой чувственной такие партии замысловатые что вот я говорю плаваешь просто в нем в этих переливах басовых и гитара сквайра еще сверху начинает играть такие же переливы то с перегрузом то с чистым звуком такие быстренькие пассажики и аккорды висящие с верберацией с флэнжером который на второй стороне здесь вовсю используется и вспоминается там и ранний пинк флойд времен сида баррета и вся вот эта музыка психоделия 60-х и все это безумно красиво и при этом рэнни барабанщик я уже говорил что это супер музыкант один из крутейших барабанщиков рок-н-ролла несмотря на то что его имя не упоминается в интернет наших отечественных обсуждениях кто там лучший барабанщик в мире ян пейс да а про рэнни как-то так особо не говорят но потому что не знаю ну потому что может быть не слышали или или как-то или просто люди другого клана другого караса как в одной как один писатель да определял они не пишут комментарии в интернете вот этой ерундой не занимаются которые мы с вами занимаемся с большим удовольствием но тем не менее пластинка шикарная и группа не сразу начала записывать пластинки как водится да со школьной скамьи в общем парни знали друг друга играли разную музыку и играли такой панк даже скорее назывались они гараж flowers последняя инкарнация перед stone roses там несколько было вариаций и когда они стали stone rose уже когда нашли свое звучание когда пришли к этому к этой светлой музыки которая пришла из 60-х да и обрела новое звучание уже в конце 80-х потому что новое оборудование новые инструменты новое время новое дыхание новые танцы в конце концов новые технологии все это все это новое и понимание мира уже другое понимание того что происходит уже дети цветы уже все ушли в небытие пришли другие дети пришли другие взрослые и конечно музыка стала другой но вот этот кайф beatles beach boys hollis birds все это осталось в этой музыке но это не эпигонство опять-таки а это вот это дыхание вот это дыхание той того рок-н-ролла который нас всех увлекает до сих пор увлекает настолько что мы друг с другом переписываемся в интернете кто короче кто кто а это слышал а то слышал то не слышал ну еще до записи первого альбома они играли массу концертов по клубам в манчестере не в манчестере и в разных других городах чем в лондоне не пользовались большой популярностью в манчестере были просто был просто полный экстаз а в лондоне как-то так ну смотрели еще одна группа но тем не менее когда братья галахеры оказались на их концерте и услышали их музыку они тут же организовали группу оазис что были настолько потрясены что это так круто что мы тоже хотим мы тоже будем такими же как stone roses the stone roses точнее ну и первый альбом сначала группой занимался мартин хэннет известный продюсер который хотел сделать второй joy division joy division это творение хэннета тоже отчасти да по звуку но хэннет и хэннет известный человек понятно все здорово любой бы ну не любой но много кто сказал что да хэннет у нас работает это круто мы мы будем звездами ребята отказались от хэннета скажем не хотим быть вторыми joy division мы хотим играть свою собственную музыку и получилось в результате the stone roses первый альбом который считается классикой рок-музыки а песня i wanna be adored многими называется как одна из лучших песен рок-музыки за всю историю существования этого направления музыкального и подчеркну не самой лучшей песни а одной из ну и она стоит того потому что послушайте просто как спета как сыграно как она выстроена как из из такого белого шума выплывает бас-гитара с хорошим очень рисунком как подключаются барабаны подключается гитара начинает петь браун и из такой плавной темы с гитарными не люблю это слово но тем не менее переливами не арпеджио а там очень такие интересные фразочки музыкальные гитарные переходит в мощный рок гитара просыпается и там сквайр выдает уже по полной схеме шебенг за драмс очень веселая песня танцевальная вообще это такой микс танцевальной музыки с интеллектуальной я бы сказал составляющей потому что если кто-то если кто-то смущает танцевальную музыку то послушайте i am the resurrection последняя песня на второй стороне который начинается бодро с барабанов первую долю и кажется что это такой какой-то привет от дэвида боуи далекий очень с эхом эхом долетевшие до нас и поется красивая такая квази битловская мелодия но опять-таки не сотранная с битлз да а свое прочтение свой кайф вот этот мой прямо вот вступаем в этот мир настоящего корневого рок-н-ролла хорошего английского чисто английского никакого американского налета здесь нет вообще на этой пластинке хотя я люблю очень американскую музыку так вот это самое i am the resurrection так вот и поется играется а потом вдруг бац и начинается длиннющий гитарный джем ну то есть как гитарный джем джем всей группы дикие пассажи какие-то жуткий звук громкий странные интервалы очень гита ну гитарист замечательный сквайр тут вот на i am the resurrection это все очевидно и вот этот джем неожиданный после песни как как продолжение песни просто кайф ну и возвращаясь на первую сторону waterfall еще один хит который все радио всех стран обошел конечно с этими гитарными так такими как сказать с удивительной гитарной игрой которая как все время как бы сзади очень точно очень красиво вспоминается в этом в этом смысле группа smith хотя она она абсолютно другую музыку играла но тем не менее будут функции гитара она где-то в чем-то наверное перекликается может быть я не прав не знаю но тем не менее и это так красиво все и музыка the stone roses она отличается от smith отличается от массы других групп широтой мелодии они широкие они такие как как вот такой солнечный день просто из любой квартиры из любого города из любой отвратительной погоды мы выходим в солнечную поляну на солнечный блок на земляничную поляну вот вот куда мы выходим но это поляна огромная она гигантская потому что играют эти люди очень громко очень уверенно очень широко и кстати насчет уверенно и широко я могу сказать что песня this is the one на второй стороне предпоследняя она и начинается как у дыху примерно такими аккордами мощными грандиозными а потом уходит в мягкое повествование я на брауна опять такое легкое психоделическое вот а после waterfall я обожаю песню don't stop которая является почти что развитием waterfall только в вывернутом наизнанку такой микс обратной записи с прямой записью громкой гитарной и абсолютно сумасшедший потому что и обратные гитарные партии и прямые гитарные партии барабаны с басом и тоже где-то что-то обратное идет все замиксована но при этом все понятно все читается все пропета мелодия голосовая внятная и такая находка какая-то просто безумная то есть это безумная музыка какого я еще не слышал как песня don't stop потрясающий номер made of stone на второй стороне еще один кайф еще один еще одно повествование такое понятное гармоническое доступно красивая похожая на какие-то староанглийские делах за насчет староанглийских дел тут первая песня на второй стороне elizabeth my dear то есть чисто староанглийские какие-то такие оля fire под конвеншен наверное штучка так вот а вот это самое made of stone из вот этого повествования такого английского выходит в бешеный психоделический рок с этим самым флэнджером который я уже упоминал выше там гитара сквайра уже заливает все и вместе с ней ты улетаешь в манчестер 1989 года как там было хорошо на концертах the stone roses очень советую эту пластинку она великолепна во всех отношениях вот ни одного плохого слова про него сказать не могу кроме хороших так что я пошел пить пока пока